В литовской столице сегодня проходит первый день саммита НАТО. Там собрались мировые лидеры и обсуждают самые разные вопросы, в том числе увеличение расходов на оборону и присоединение к Альянсу Швеции. Об этом подробнее Вероника Боярова. Вероника, добрый вечер. Динара, добрый вечер. Ну, последний инфоповод был еще до начала саммита. Накануне генсек НАТО объявила о прогрессе по присоединению к блоку Швеции. Но, честно говоря, было это вполне ожидаемо, ведь еще весной сам Йенс Столтенберг прогнозировал, что ситуация разрешится как раз-таки на мероприятии в Вильнюсе. Каждая страна-участница НАТО должна будет нарастить свой военный бюджет как минимум до 2% ВВП. Цель была поставлена еще в 2014 году, когда лидеры государств-членов НАТО договорились увеличить расходы на оборону в течение 10 лет. И вот на текущем саммите этот вопрос в топе обсуждений. Сейчас, по данным Рейтер, условия выполняет только треть участников, в их числе хозяйка саммита Литва, США, Великобритания, Греции и недавно присоединившаяся к Альянсу Финляндия. За несколько часов до начала саммита на его полях политики провели несколько двусторонних встреч. Так, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном. Приехали на саммиты гости страны, которые официально не входят в НАТО. Это лидеры Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. И вот, что сказал перед отъездом Фумио Кисида. Я хотел бы использовать это как возможность подтвердить сотрудничество со странами-единомышленниками для твердого поддержания свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона. Но главный ньюсмейкер саммита, конечно, не Япония. До этого своеобразной интригой был вопрос, появится ли у НАТО 32-й член в виде Швеции. Она, как и Финляндия, подала заявку в прошлом году, однако пока стукгольм оставался в режиме ожидания из-за позиций Турции и Венгрии. Анкара не прощала Швецию, считая, что страна поддерживает курдских боевиков, которые совершали теракты на территории Турции. Весной эксперты надеялись, что ситуация прояснится после президентских выборов в Турции в мае. И уже в конце года у штаб-квартиры НАТО появится 32-й флаг. Прогресс действительно наметился. Накануне саммита генеральный секретарь Альянса Йен Столтенберг сообщил, что Турция согласилась поддержать членство Швеции в НАТО. У меня состоялась конструктивная встреча с президентом Эрдоганом и шведским премьер-министром Яра Цуак. Я хочу сообщить, что в результате турецкий лидер согласился направить протокол о присоединении Швеции в Великое национальное собрание, как можно скорее и тесно сотрудничать с Ассамблеей для обеспечения ратификации. Завершение вступления Швеции в НАТО – это исторический шаг, который пойдет на пользу безопасности всех союзников по НАТО в это критическое время. Мы сделали большой и важный шаг к официальной ратификации членства Швеции в НАТО. Так что это был действительно очень хороший день для Швеции. Но у шведов, кстати, смешанные эмоции по поводу вступления в НАТО. Как швед я всегда гордился тем, что нахожусь в политически нейтральной стране. Но, с другой стороны, не знаю, насколько будет заметна разница. И теперь все мысли о моих сыновьях. Если они вступят в армию, их могут послать служить далеко отсюда, и это тревожно. Это не кажется чем-то серьезным. Раньше был аргумент, что нет, Швеция не пойдет на это, и внезапно мы вступаем. Как-то странно все это. А вот позиция России по этому вопросу. Поразила та скорость, которой и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса. От тех преимуществ, которые этот нейтральный статус долгие десятилетия им предоставлял. Обеспечивал их относительно самостоятельную роль. Обеспечивал им репутацию и авторитет и в Европе, и на международной арене. Но вернемся в Вильнюс. К саммиту город украсили почти четырьмя тысячами флагов НАТО. Они, кстати, не будут одноразовым украшением. Символику оставят на следующий год. Так как литовский Сейм, это местный парламент, объявил 2024 годом НАТО. В марте страна отметит 20-ю годовщину вступления в блок. К слову, во время текущего саммита НАТО и еще пару дней, всего, получается, с 10 по 13 июля, жители Вильнюса смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Таким образом, муниципалитет решил уменьшить возможные неудобства для жителей из-за ограничения движения в городе. Саммит продолжится и завтра. В программе на 12 июня значатся заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительства Швеции, индо-тихоокеанскими партнерами и ЕС. Также краткое выступление генерального секретаря НАТО и премьер-министра Японии. Пресс-конференция с Йенсом Столтенбергом и церемония подписания меморандума по изменению климата и безопасности. Дидара, на этом все. Завтра продолжим тему, я так понимаю. Спасибо большое за такой подробный обзор саммита. Напомню, с обзором новостей была Вероника Боярова. А мы продолжаем. Вероника Боярова Редактор субтитров А.Семкин